быть или не быть пить или не пить антидепрессанты в этом видео расскажу о своем опыте поделюсь потому что одно дело когда читаешь отзыва другое дело своего опыта было какое-то видео я упоминала вскользь но в этом видео я хочу рассказать именно подробно ребят во первых абсолютно все термины которые будут фигурировать вся терминология в этом видео это никакой не призыв к действию в любом случае только только по назначению лечащего врача понятно оставайтесь со мной ребята всем привет приветствую вас ну как вы уже поняли из вступления сегодня я буду рассказывать о своем опыте своем приеме антидепрессантов сразу хочу сказать что пожалуйста надеюсь моя публика мои зрители взрослые люди и не будут заниматься глупостями и назначать себе самолечение в любом случае эти препараты они все очень серьезные и без рецепта их не продают так что только по назначению врача сразу хочу сказать что этот четвертый антидепрессант в моей жизни первый был в 1997 году тогда я страдала паническими атаками и все эти предыдущие три препарата мне не помогли то есть ничем не заменяла и можно сказать что лечение антидепрессантами меня не было это первый раз вот то что я прохожу сейчас терапии это Это лечение антидепрессантами. Все три предыдущих мне не подходили и просто ничем не заменяли, и лечения не было. Во-первых, сразу хочу сказать, какие побочки. Это сухость во рту, несмертельная, такая горечь на губах, зев, зеваю, расплывчатое зрение, неприятное, но несмертельное. Как вы видите, я записываю видео, я монтирую видео, я снимаю видео, я вожу машину. То есть, опять же, неприятно, но несмертельно. Но это я, вы, пожалуйста, если кто-то так будет принимать, то посоветуйтесь с своим лечащим врачом. Первые 10 дней было тяжеловато. Что было первое? Все антидепрессанты начинают помогать, если они вообще, в принципе, начнут помогать. Потому что не всем все подходит. Я потом расскажу про предыдущий опыт с тремя предыдущими, которые мне не подошли. Значит, это был запор, боли в кишечнике. Что еще у меня были? Панические атаки и повышенная тревожность. Ну, пожалуй, и все. Один раз была такая. Где-то дней через 7 у меня была такая паническая атака. Ничто не предвещало беды. Муж у меня уже спал. Я смотрела какой-то фильм или работала с компьютером. Я сейчас уже не помню. У меня настигла атака. Но так как я понимала, что это атака вообще, кто, если кто-то переживал, это страшное состояние. То есть я просто где-то час или часа полтора вот так вот, сцепив зубы, то есть я знала, что рано или поздно это пройдет. На следующий день Джоша сказал, что ты меня не разбудила. Я говорю, ну что ты мог бы сделать? Это атака. Он говорит, я понимаю, но я бы хоть сидел рядом, держал тебя за руку. Говорю, да не нужно. Не нужно этого было абсолютно делать, будить человека. А первый опыт с препаратами у меня был в 97-м году. Вот как раз тогда были панические атаки. И мне, как сейчас помню, назывался препарат КАКСИЛ. В 97-м я покупала его, или в 96-м это было, за 20 долларов. Был такой академик военно-непокойный. И мне его вот врач, который меня вел у него на кафедре, назначил мне этот препарат. Были жуткие побочки. В общем, я превратилась в совершенно разбитого человека, не могла функционировать. Я так для себя решила, что если у меня атаки, меня мучают 2-3 раза в неделю, то это просто. Меня мучило 24 на 7, и я не могла функционировать. Через там, я не помню, неделю, по-моему, 10 дней я их бросила. И, кстати, панические атаки я вылечила не антидепрессантами. Но это тема для отдельного разговора. Если кого-то интересует, если вам это интересно, как я избавилась от панических атак, опять мой опыт, я запишу отдельное видео. Второй, значит, антидепрессант, это был трозодон. Это я уже, был опыт здесь в Канаде. Мне выписал его врач. Я сейчас уже не помню, от чего. То ли... Ну, наверное, да, была какая-то тревожность. Это было летом 19-го года. Я собрала, то есть тоже по бочке тревожность ушла. Но он очень сильно понижал мне давление. И так тогда мое низкое. И еще очень была сильная сомливость. И, то есть, тоже был такой овощизм, овощ. Я перестала это принимать. Третий препарат мне приписывал старичок-врач. Это было летом вот 20-го года. У меня была плаксивость, депрессия. Ну, кстати, мой психолог сказал, что это была не депрессия. Я не знаю, может быть, была какая-то короткая депрессия. И он мне назначил препарат. Я не помню, как он назывался. Я не могу его... Вертор какой-то, ксин. Не могу его никак выговорить. Тоже, значит, он мне не подошел. У меня, наоборот, от него было повышенное давление. Что-то еще у меня было. По-моему, бессонница. Ну, в общем, тоже, короче говоря, я его перестала принимать. Кстати, что самое интересное, насколько мы все разные. Моему мужу трозодон, когда был приписан для сна, он прекрасно без всяких побочек. Он вообще его не чувствовал. И вот этот препарат, от которого у меня повышалось давление, название которого я не могу выговорить, тоже муж принимал. Муж принимал прекрасно, и никаких побочек не было. Этот препарат, который я принимаю сейчас, называется венлофоксин. А почему я его принимаю? Может быть, кто-то смотрел мои предыдущие видео. У меня проблемы с щитовидной железой, у меня недостаточность функции. И врач семейный здесь, в Канаде, решил зайти с другого боку. И вот этим препаратом, вот этим венлофоксином, он почему-то называется женский антидепрессант. Я не знаю, каким-то образом что-то будет меняться в биохимическом составе и выровнять вот эту мою щитовидную железу. Он мне несколько раз объяснял, я так и не поняла, и не могу вам объяснить, почему он, как он с помощью антидепрессанта хочет выровнять функцию щитовидной железы. Принимаю я этот препарат с ноября. Что ещё я могу о нём сказать? Препарат хороший, мне он подошёл. Естественно, об этом препарате я читала, как и англоязычные отзывы, и на русскоязычных форумах наших соотечественных, как и о любом препарате. Отзывы и негативные, и позитивные. И что я могу сказать? Что мне этот препарат подошёл. Я хорошо сплю. Кстати, он не увеличивает аппетит, он отбивает аппетит. Если вдруг кому-то из вас будут назначены антидепрессанты, вы побоитесь, что вы поправитесь. Например, вот я не знаю, как про другие антидепрессанты, но именно этот антидепрессант, он отбивает аппетит. Может быть, это новые поколения или что-то ещё, но от него не поправляешься. Я, видите, поправилась и облысела из-за щитовидки, а не из-за антидепрессантов. Вот, я довольна физической активностью, у меня нормальная. Как видите, я и катаюсь на велосипеде, и хожу, и даже бегаю. Сплю нормально, работоспособность нормальна, всё прекрасно, я очень довольна. Кстати, завтра я иду к семейному врачу, и, наверное, он мне назначит анализ, потому что это препарат очень серьёзный, и полностью меняется биохимический состав. Состав дофамина, норадреналина, потому что это обратного захвата норадреналина. Вот я блеснула терминологией. Вот, так что вот так вот я довольна. Но у меня никогда не было страха перед приёмом какого-либо препарата. Единственное, я думала, что, может быть, а вдруг он мне опять не подойдёт. Потому что где-то я прочла, что есть люди, которым вообще не подходят антидепрессанты. Не знаю, так это или не так. Поэтому, если вдруг вам врач назначил препарат, не бойтесь. Жизнь заиграет новыми красками. Тревожность абсолютно у меня ушла. Вообще, антидепрессанты, вот, кстати, в моём случае депрессии не было, назначают при тревожности. Потому что у некоторых людей, многие люди очень путают, думают, что депрессия – это когда плохо, или тревожность – это когда что-то происходит. Какая-то ситуация тревожная. Это абсолютно не так. Может быть, объективно всё абсолютно хорошо, всё абсолютно ровно. Никаких, ничего такого, что могло бы вызвать тревогу у здорового человека. Но у человека, не совсем, так сказать, у которого лобильная психика, может быть тревога совершенно на ровном месте. Например, в данный момент у меня тревоги нет вообще. Хотя проблемы есть, их много, и о многих вы знаете. Но стресса у меня из-за этого нет. Вот как работает этот препарат. Так что не бойтесь, это помогает. Ну что, в общем-то, подытожив, что я хочу подытожить, то, что, слава богу, я очень рада, что этот препарат мне подошёл. Те три предыдущих мне не подходили. И вот этот вот, странно, да, женский, этот препарат называется женским антидепрессантом. Это сказал мой семейный врач. Вот так вот. Ребят, я надеюсь, это видео было кому-то полезным. Даже если одному человеку оно было полезно, я очень рада, потому что именно для этого и создавался мой канал, чтобы быть полезной хотя бы кому-то. Спасибо, что посмотрели это видео со мной. Спасибо, что смотрите меня. Не забывайте подписываться. Я желаю всем здоровья. Это самое главное. До новых встреч. Увидимся с вами завтра. Пока-пока. Ставьте лайки. Ставьте лайки. Лайки ставь. Лайки ставьте. Я. Вот я. Лайки ставь. Ставьте лайки. Ставьте лайки. На ютубе. Ютубе? Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.